Привет, друзья! В начале 90-х имя Влада Сташевского было известно миллионам девчонок. Они просто с ума сходили от бархатного голоса популярного исполнителя. Артист собирал стадионы. Бешеная популярность осталась в прошлом. После стремительного взлета случилось падение. К этому стоит добавить неудачу в личной жизни. У певца не сложилась семейная жизнь с дочерью состоятельного человека Ольгой Алешиной. После развода жена запретила Владу видеться с сыном, а потом он не настаивал на встречах сам. В результате Сташевский пытался заглушить свои неудачи спиртным. Пять лет длился брак между Сташевским и Алешиной. Познакомились они, когда певец исполнял свои хиты для матери Ольги. День рождения жены миллиардера отмечали на пароходе. На торжестве выступали самые популярные на тот момент артисты. В их числе был и Сташевский. Ему сразу понравилась Ольга, и она тоже обратила внимание на знаменитого красавца. Отношения развивались стремительно. Уже очень скоро состоялась свадьба, на которую богатый папа не пожалел средств. Были приглашены самые уважаемые и состоятельные люди Москвы. Казалось, что молодым остается только жить да радоваться. Однако семейная жизнь не задалась с самого начала. Как сегодня признается артист, он сам во всем виноват. Он женился, когда был на пике популярности и совершенно не был готов к тому, чтобы нести ответственность за семью. Также он не был морально готов к рождению ребенка. Не так давно Владислав стал героем программы «Судьба человека», где публично попросил прощения у бывшей супруги. Артист отметил, что его первая супруга была образованной, начитанной и рассудительной. А он оставался ветреным певцом, которому Слава вскружила голову. Артист поблагодарил экс-супругу за сына Даниила и извинился перед ним за долгие годы молчания. Певец рассказал, что в то время, когда сынишка был маленьким, Влад делал карьеру. Он много выступал, дома бывал редко. После гастролей мог не вернуться домой, а остаться отмечать окончание тура с музыкальным коллективом. Для него в то время семья не была на первом месте. Он прежде всего считал себя певцом, а уже потом мужем и отцом. Поэтому он сам виноват в том, что все произошло именно так. Сташевский не видел сына, на протяжении десяти лет и не знал, как отреагирует Даниил на желание отца встретиться с ним. К удивлению Влада, встреча прошла тепло и непринужденно. Сначала артист решился позвонить сыну. Тот поднял трубку и ответил. Потом они разговорились. Казалось, что между ними не было долгих лет разлуки. Певец говорил, что у него было такое чувство, как будто они расстались только вчера, а потом снова встретились. Затем состоялась их первая встреча за много лет. Владиславу не стыдно признаться в том, что он заплакал, когда увидел Даню. Теперь они общаются и видятся. Даниил уже взрослый 23-летний молодой человек. Он окончил в ГИК и стал продюсером. В свободное время сын Сташевского любит играть в футбол и занимается теннисом. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.